На самом деле я вот что хочу сказать, что конечно же судейство это такой же сегмент футбола, как и сами игроки, тренеры, и они в общем-то, ну такой же субъект футбола, как и все участники этого процесса должны также иметь и ответственность, и доверие, и скажем взаимоуважение должно быть у всех наших субъектов футбола. И сегодня на конференции мы это говорили, не может быть там кто-то больше прав, кто-то меньше, всем надо уважительно относиться, потому что мы все делаем продукт футбол, и его представляем нашим болельщикам, партнерам, спонсорам и прочим. Поэтому вот на эту тему мы сегодня говорили, и исходя из этого мы конечно начали серьезно заниматься сейчас реформированием судейской нашей системы, и мы, значит я уже сегодня на конференции говорю, повторяться не буду. Мы двигаемся в сторону профессионализации, мы будем делать все как минимум, что на уровне премьер-лиги это будет профессиональные судьи, сегодня мы изменили систему отбора, селекции, оплаты труда, вот это меры только, которые мы ввели, сразу они сработать, сыграть не смогут, на это нужно некое время. Эта система должна несколько лет поработать, она сама исключит из своих рядов тех людей, которые не хотят совершенствоваться, не хотят работать и быть, вот скажем, полноценными такими субъектами футбола. Вот я об этих судьях и говорил, они сами себя исключат. Здесь я вот увидел, мы кое-что в ближайшем исполкоме подкорректируем, я уже вижу, там есть некий элемент, это так называемая комиссия экспертная, которая дает оценки, мы ее выведем из подчинения департамента судейства, ее сделаем более независимой. То есть мы будем совершенствовать свою систему, но хочу сказать, что будем двигаться в строгом соответствии с ХАТИ Европейского футбольного союза, который мы подписали. Там четко написано, что судейство должно быть независимым, непредвзятым и должно, два принципа, это подготовка судей и сохранение. И третье, за судейство отвечает национальная ассоциация, никакой не судейский департамент, не там клава, там какого-то судейского или другого. Национальная ассоциация, значит это Российский футбольный союз, и я как президент, я должен обеспечивать нейтральность и качество судейства. Вот задача, вот по этому пути мы будем двигаться, чтобы это было всем понятно. Сейчас 9 туров, и у нас впереди, конечно, ответственные матчи. Что касается иностранных арбитров, конечно же, я думал об этом, и у нас было и подготовлено уже ряд решений, даже есть и желающие к нам приехать. Но мы исходим сейчас из того, что мы попробуем завершить своим судейским корпусом, потому что все-таки мы хотим доверить. У нас все-таки шесть арбитров имеют статус арбитров FIFA. Просто, ну, еще раз скажу, надо возвращать доверие, просто судить ровно, как ты умеешь. Не так, что в одной игре, по одному, по другой, по другому. И единственное, что, возможно, мы при три топовых этих матчах, система, может быть, из пяти арбитров. Вот это, наверное, мы точно сделаем. Технические средства мы еще не успеем, чтобы не было дискуссии, пересек, не пересек. Но, в принципе, мы изучаем эту систему. Возможно, после Кубка Конфедерации эта система будет здесь использована. Не исключаю, что мы на следующий сезон ее оставим у себя и будем уже использовать систему технического определения взятия ворот. Тогда и эти дискуссии уйдут в сторону. Спасибо.